Будем обсуждать сегодня тему духовного руководства. Прочитаем Шлоклы с Шриман Багатам, 11-я песня, 3-я глава, текст 21. Перевод и комментарий, перевод учеников Его Божественной Милости, Ачебах, Тириданты, Слами, Шилобраупады, комментарий Бешванадхича Карати Дакора. Поэтому любой человек, который всерьез стремится к подлинному счастью, должен отыскать истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив у него посвящение. Истинным гуру является тот, кто, размышляя над словами священных писаний, понял их выводы и способен убедить других в истинности этих выводов. Таких великих личностей, которые отбросят все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, следует считать истинными духовными учителями. Комментарии Бешванадхича Карати Дакора. Здесь описывается Бхакти, которая является средством освобождения от самсары, круговорота рождения и смерти. Человек должен предаться гуру, который искусен, нишна там, в понимании смысла, вет, шабде и других дополняющих ведических писаний. Если у него нет такого качества, вера в его учениках не пробудется, поскольку он не будет способен разрушить их сомнения и неудовлетворенность, рассеять их неудовлетворенность. Не сможет рассеять сомнения в неудовлетворенных учениках. Он должен быть способен также на практике реализовать или осознавать Господа в паре. В противном случае его милость не принесет результатов. Положение утвержденности в осознании Господа описывается следующим образом. Он, тот, кто такой гуру, который утвердился в осознании Господа в практической реализации, не находится под контролем гнева и жадности. Упаша Маашра Ям. Этот шок описывает квалификацию духовного наставника, гуру. Есть разные теории, идеи по поводу развития личности. Довольно популярна в современном обществе идея создать себя самого. Много известных людей, которые так и прославились, создавшие себя сами. Но в действительности это сложно. Сложно добиться какого-то успеха в чем-либо без помощи экспертов в данном вопросе. В духовной жизни это, в преданном служении это также является, даже не так же, это является особенно важным. То есть путь к духовной свободе лежит через принятие прибежища у гуру, истинного духовного учителя, обладающего квалификацией. Или, как мы будем обсуждать дальше, возможно, у многих таких духовных учителей, обладающих одинаковой квалификацией, описанной в этом стихе. В духовной жизни для прогресса в преданном служении, для того, чтобы достичь полного освобождения от самсары, от круговорота рождения и смерти, необходимо принять прибежище. Невозможно добиться этого самостоятельно, без помощи истинного духовного учителя. И вот это шло, как говорит, об обязательной квалификации человека, который мог бы быть. Наставником для других, мог бы вести других по пути преданного служения. И важнейшим аспектом этой квалификации является экспертность, да, или глубокие знания священных писаний. Этого недостаточно, здесь подчеркивается необходимость утвержденности в реальном духовном самосознании, которое проявится в форме вот этого качества, упаша-машрая, способности контролировать ум и чувства. То есть истинный духовный учитель с точки зрения поведения и качества, он контролирует чувства легко. Он свободен от манипуляций гневом и жадностью. У него нет материального гнева и нет материальной жадности. Это качество, которое можно видеть, даже не будучи очень продвинутым в сознании Кришны. То есть небольшое благочестие требуется, чтобы распознать истинного духовного учителя, чтобы найти человека, вайшнава, у которого есть качество для того, чтобы быть наставником или гуру. И упаша-машрая означает «свобода от гнева и жадности». Эта идея развивается у Богослами подробнее в Упадышамрите, в Нектаре Наставлений. Вача-вегам, Манасы-кротка-вегам, Джихва-вегам, Мударо-пастра-вегам, Этан-вегам, Этан-вегам, Евешакедедхира, Савам-Акимам, Придхивим, Сашиш-шят. Перечисляется шесть вегам. Вегам – это побуждение, которое очень сложно сдерживать. Некоторые побуждения мы вообще даже и не должны сдерживать. То есть побуждение сходить куда-то, справить нужду – это тоже вегам, это тоже побуждение, но их вредно сдерживать для здоровья. Необходимо слушаться. Но эти вегам, шесть вегам, перечисленные Руба-Гасами, это вегам, которые необходимо обуздать. Если позывы, такие как позыв упражнить мочевой пузырь, к примеру, сдерживать нельзя, то позыв сказать какую-то глупость, неблагоприятная для духовного прогресса нашего или тех, кто это услышит, мечтать о чувствных наслаждениях, побуждение ума, Манаса-вегам – это размышления о чувствных наслаждениях. Мечты, воображения – хорошо бы было иметь то-то и то-то. Сейчас у меня не очень хорошее положение. Если бы его немножко улучшить, я бы наверняка чувствовал себя хорошо. Мне бы даже легче было предаться Кришне. Это мечты, это фантазии, это мана вегам, необузданный ум. Человеческая форма жизни не предназначена для таких мыслей. Человеческую форму жизни необходимо использовать для того, чтобы думать о том, как достичь конечного освобождения от материального рабства. Сделать это можно, поскольку это сделать можно только по милости Верховной Личности Бога, то мыслительные способности нужно использовать для того, чтобы думать, как лучше совершать служение, как лучше служить Духовному Учителю Верховной Личности Бога для их удовлетворения, и если они будут довольны, если я просаду, то духовный прогресс гарантирован. То есть в этом контексте духовного руководства важный аспект квалификации и ученика, того, кто следует, и учителя, того, кто ведет и дает наставления. И духовное руководство не сводится только к советам в критических ситуациях. С этим нужно определиться, что такое духовное руководство. Это фактически проявление духовной энергии Верховной Личности Бога здесь в материальном мире в форме личности, которые сначала способны пробудить в нас веру, шрафу, потом обучить авторитетным методам поклонения и медитации на Верховную Личность Бога. И вот такие духовные учителя, которые могут делать это, они имеют право давать дикшу, посвящение, давать мантры, становится дикшу-гуру для других. Далее рассмотрим этот алгоритм, как это должно происходить. У кого-то, может быть, это уже произошло, но эта тема имеет много разных граней и тонкостей, важных для всех и для инициированных учеников уже, те, кто уже получили посвящение. К сожалению, в нашем обществе есть такой феномен, как дикша-бестапы, то есть получение посвящения непригодными для посвящения, то есть это массово происходит по определенным причинам, из-за желания побыстрее увеличить количество членов сампродая. И это неправильно, да. То есть желание вроде, на первый взгляд, звучит хорошо, но это неправильно. То есть есть такое предписание, нельзя увеличивать количество учеников, стремиться принимать много учеников только для того, чтобы увеличить количество своей традиции вайшнавской. Это очень серьезное предписание, нарушая которого человек фактически нарушает закон ученической преемственности. То есть это очень, это оскорбление. Принимать непригодных учеников просто, чтобы увеличить количество своих личных последователей, даже если не так эгоистично человек мыслит, увеличить количество нашего общества. То есть фактически это такое интуизистичное сектантское сознание, за которым присутствует изрядная доля эгоизма, личных каких-то амбиций. Суть в том, что это не запрет принимать много учеников и увеличить количество сампродая. Суть этого ограничительного предписания, не принимать много учеников, в том, что ни в коем случае нельзя инициировать непригодных. Что значит непригодные? Это значит не имеющие шратхи веры. То есть люди, которые не обладают полной верой в Верховную Личность Бога и в процесс предназлужения. Шратха это такое состояние ума, когда преданный считает, что просто практикуя бхакти, он достигнет всего совершенства, ему не нужно заниматься чем-то еще. Индифферентность, отсутствие потери интереса к любым практикам и к любым целям, которые эти любые практики могут привести, то есть полная вера, что ничего больше не нужно. Достаточно заниматься бхакти, сущностью которой является шраваном и киртаном, и я достигну совершенства. И духовное совершенство, как Кришна говорит в 8 главе Бхагавадгиты, Гите, Гите, он заканчивает эту главу утверждением, что тот, кто идет по пути предназлужения, не лишается результатов других путей. Других путей имеется в виду кьяна, карма и йога. То есть человек, который реализуется в бхакти, он становится совершенным йогом, йоги намапи саравишаму, а он обретает самую чистую, самую совершенную медитацию, в которой он видит абсолютную истину, как увидел Весадева, в начале Шамадбагава там описывается транс-весадева. Весадева через бхакти йогу очистил свой ум, и этим чистым умом увидел абсолютную истину, верховную личность Бога с его внутренней энергией, он увидел в стороне внешнюю энергию, увидел живых существ, которые страдают, находясь под контролем внешней энергии, которая находится в свою очередь под контролем верховной личности Бога, и увидел процесс бхакти, который лишь один может освободить живых существ от этих мук материального существования. То есть бхакти является лучшим средством для мокши, для достижения освобождения, самым верным способом. Гьяна не очень. Гьяна срабатывает, когда есть бхакти, но бхакти само по себе в форме анг, предназлужения таких как Шрама, Макирхана, достаточно для достижения освобождения от круговорота рождения и смерти. И естественно, человек не лишается никаких других результатов, результатов кармы, результатов йоги. То есть реализующиеся в сознании Кришна реализуются полностью. И вот эта Шрадха необходима для того, чтобы получить посвящение. И если, не обращая внимания на квалификацию ученика, гуру дают посвящение непригодным, не имеющим Шрадхи, то таким образом они совершают оскорбления, нарушают принцип ученической преимущественности. Вот это очень важно. Приниматься должны только квалифицированные. И дикша без тапы, да, тапа – это предшествующий этап дикши. Тапа – это принятие аскез, принятие определенных обязательств, принципов в связи с пониманием того, что я являюсь вечным слугой личности Бога. Человек понимает, что он вечный слуга Господа, и он об этом, так сказать, заявляет, принимая на себя определенные принципы. Четыре регулирующие принципы, в частности. И дальше уже это развивается. В пундру он принимает облик Вайшнава. А, ладно, об этом завтра. Ну, в общем, квалификация гуру, квалификация того, кто руководит нашей духовной жизнью, очень важна. И важно вообще само понимание, что такое духовное руководство. Духовное руководство начинается с пробуждения шрадхи, с формирования шрадхи, веры. То есть это духовное руководство, первый этап, первый уровень духовного руководства – это слушание священных писаний, от квалифицированных личностей. Это самый первый уровень. Если этого нет, но есть какое-то другое руководство, то оно не духовное. Что-то другое. Это куда-то не туда, не на Галлоку Риндауна, не за пределы материальных вселенных. Куда-то в другое место. То есть это самый первый уровень духовного руководства, когда человек находит личностей, обладающих квалификацией, о которой мы прочитали в этом стихе, Широтариам, Брама, Ништхам. В другом стихе об этом говорится другими словами. Чуть-чуть Широтариам и Брама, Ништхам. Эти люди должны быть экспертами в священном писании, то есть им хорошо понятен смысл священного писания. Они могут представить знания ведических писаний таким образом, что это укрепит, пробудит и укрепит веру тех, кто у них учится шаству. Это самый первый уровень духовного руководства. И когда Широтариам пробуждается, тогда Вашнавы, которые для нас сначала выступают как Шраванабуру, то есть мы сейчас обсуждаем алгоритм, разные уровни духовного руководства и алгоритм принятия прибежища у гуру. То есть как это происходит? Это описывается Дживы Гасвами в Бакте Сандархи. Самый первый уровень это Шраванабуру. То есть Дживы Гасвами говорит о трех типах гуру. Шраванабуру, Шикши-гуру и Дикши-гуру. Шраванабуру – это люди, которые обучают нас шастрам. И в результате обучения шастрам у нас формируется Шравха – вера. Какая вера? Мы об этом сказали. Вера – то, что, идя путем преданного служения, я достигну совершенства и мне не нужно заниматься ничем другим. То есть в этом состоянии нет каких-либо сомнений относительно природы, Верховной Личности Бога, нет каких-то сомнений относительно методов преданного служения. То есть это полная вера. От начала до конца человек становится сведущим и убежденным в результате слушаний из парамбрии и слушаний из авторитетного источника. И когда эта вера сформировалась, то вайшнавы, которые выступали, их может быть много, вайшнавы, которые выступали для нас как Шраванабуру, они проповедовали нам, разъясняли нам различные таттвы, таким образом помогая нам развить шратху, веру, они становятся для нас Шикши-гуру. То есть другая функция и другой уровень духовного руководства это обучение баджан методом преданного служения, баджану, обучение медитации на Кришну. То есть это обучение практики преданного служения, абхидея. То есть Шикши-гуру является абхидея-гуру. Шикши-гуру это тот, кто учит абхидеи. Их тоже может быть много, несколько, несколько или даже много. То есть и обычно, как Дживагасвами отмечает, обычно Шикши-гуру становится Шраванабуру, которые, как он выражается, близки нам по духу, близки нам по природе. Безусловно, не материальная природа здесь подразумевается. И еще, конечно же, не сварупа. Близки по природе означает, что мы можем предаться этой личности, то есть можем доверить. Нам хочется учиться. Близки по природе. Руба Госвами подробнее об этом говорит Бхактирасаматасинху, саджатия. Саджатия, близки по духу или близки по природе. Это объясняется, как близки по стандарту. Один стандарт. Одна форма Господа. Мы принимаем поклонение той форме Господа, который поклоняется в этой сампродае. Мы получаем общение с преданными из сампродаи, какой-либо вайшнавской сампродаи. Живое существо получает общение с преданными, с вайшнавами, какой-либо вайшнавской сампродаи. И в результате общения с ними в нем рождается шрадха и постепенно он утверждается в поклонении Господу в какой-то конкретной форме, который служит и поклоняется в этой сампродае. Вот это означает саджатия или близкие по духу. То есть поклоняются одной форме Господа. То есть фактически у обусловленной души, которая получила такую удачу, общение с преданными, с принадлежащими к цепи ученической преемственности, фактически у живого существа задача стать саджатии с такими вайшнавами. Но тем не менее мы можем видеть разнообразие среди вайшнавов и от кого-то учиться легче, чем от кого-то другого. То есть шикши-гуру нужно принимать того, от кого мы сможем учиться, близким нам по природе. И самого возвышенного из них, самого продвинутого, преданного. И с шикши-гуру мы принимаем дикши-гуру или мантра-гуру. Так должно быть. Это не факт, что так бывает. Но это идеальный, идеальный, идеальный путь принятия прибежища-гуру. Мы сначала изучаем шастры, развиваем веру, потом обучаемся методам и практикам преданного служения, и потом уже в полном сознании. Это означает, что часто бывает не в полном сознании принимается посвящение. И потом в идеале в полном сознании мы должны принять посвящение уже. Здесь пока все ясно, да? Уровни духовного руководства. Дикша это уже следующий уровень за шикшей. То есть, когда мы утвердились, развили веру, само учение, шримад-бхага, бхага-адгита, шастра-прамана, выводы священных писаний, обучились методам преданного служения. В следующий уровень мы можем принимать дикшу, который подразумевает обязательства, подразумевает связь себя, связать себя обязательствами с традицией, которую мы получаем посвящение. То есть, это помогает нам укрепиться, утрядиться в сознании Кришны. Для нас обусловленный душ дикша очень полезно. Это стимулирует чувство ответственности, это стимулирует совесть, связывать нас с обязательствами. Как один преданный, переживавший трудности в духовной жизни, признался однажды мне, что не надо было давать посвящение. Он так и сказал, вот видишь, не нужно мне было давать посвящение, я не заслуживал его. И через несколько секунд, подумав, он сказал, ну если бы мне не дали посвящение, то где бы я был сейчас, я не знаю. То есть это посвящение, оно постоянно сверлит, точнее, сверлит совесть. Ты инициированный ученик, ты должен следовать. Ты будешь страдать от реакций за свое исследование. Это не посвящение, не дикша самскара сверлит. Дикша самскара помогает услышать вот это. Помогает быть чутким голосу совести, голосу сверх души. Это один лишь аспект полезности дикши самскары. И естественно, человек, который это делает, он должен понимать, что я не хочу ничего другого. Я не хочу ничего другого. Я не вижу вообще никакого варианта здесь в материальном мире ничего достойного, кроме предного служения. Вот таким образом нужно получать посвящение. Как говорил Баксан Садасавати, посвящение это билет в один конец. Это путешествие без обратного билета. И естественно, после посвящения преданному также будет не требоваться духовное руководство, общение с преданными. Саду Санга является фактически главным инструментом достижения высших уровней предного служения. Мы можем воспевать чисто в обществе предных, мы можем слушать о славе Верховной Личности Бога в обществе предных. Мы не можем фактически совершать эффективные ангии бхакти полноценные без общества предных. Поэтому эта тема важна на всех уровнях и до посвящения и после тема духовного руководства. Суть в том, что преданный, принимающий духовное руководство он должен отдавать отчет в том, что принимает он духовное руководство от квалифицированных ващнау. То есть это одна из квалификаций ученика ведомого. Он должен понимать, что его ведут квалифицированные люди. Он должен быть в этом уверен. Вот это сравнение Шилл Бруппада часто использовал, что в современном обществе или когда он говорил о лже гуру, он говорил, что это подобно тому, как один слепой ведет других слепцов. И вслед за главным слепцом все остальные упадут в канаву. То есть если человек примет лже гуру или неквалифицирован гуру, то он окажется в май, он упадет глубоко в самсару, к ругород рождения и смерти. Это серьезная ответственность и гуру нужно принимать только того человека. Принимать вообще кого-то серьезно следует только в том случае, если он способен эффективно участвовать в нашем освобождении от круговорота рождения и смерти. Это не так, что кто-то один нас освобождает. Шилупрупада является главным участником в нашем освобождении от круговорота рождения и смерти, но он не один. Есть также Шримад Багатам и Святое Имя, которое дает Шилупрупада, разъясняет в комментариях. Есть преданные, в обществе которых мы воспеваем, которые нам помогают проходить стадию анархо-неврити. Есть преданные, в которых мы заражаемся энтузиазмом, учимся разным аспектом сознания Кришны. То есть, так или иначе, духовное руководство возможно получить от вайшнавов, никакие другие категории живых существ не рассматриваются, только вайшнавы. Только вайшнав может быть гуру. Это главная, основная позиция гуру-таттве. Кто может быть гуру? Вайшнав. Это самый простой ответ на вопрос, кто может быть гуру? Кто может руководить нашей жизнью? Вайшнав. И дальше очень подробно в случае Бхакти Сандав и Джива Гасвами утверждает, что гуру может быть вайшнав и дальше описывает подробно качество вайшнава. Таким образом, квалификация ученика какая? Он должен понимать, какими качествами должен обладать вайшнав. И среди вайшнавов, уже ориентируясь, он должен принимать духовное руководство. То есть духовное руководство может предоставить тот, кто потенциально способен внести какой-то вклад в наше освобождение от материальных привязанностей, в наше освобождение от самсары, кто может внести реальный вклад в развитие нашей привязанности кришне и нашей непривязанности к материальному. В противном случае нет смысла впускать кого-то в свою жизнь или в свою голову. Недавно один мой друг поделился впечатлением. это было и слова, но это было впечатление от книг Шилабрупады. То есть он любит читать книги Шилабрупады и при очередном приступе восторга от книг на чтение книг Шилабрупады он сказал, что никогда не позволю залезть в мою голову кому-то, кто не способен освободить меня от круговорота рождения и смерти. То есть на фоне что говорить о каких-то там консультация от психологии и так далее. Нет смысла принимать руководство, если эти люди не способны освободить насадковые ворота рождения и смерти. То есть гуру может быть вайшнав и этот вайшнав должен быть не псевдо-вайшнав, не пракрита-бакта материалистичный преданный. Это должен быть квалифицированный преданный. Первое самое важное базовое квалификации он должен быть способен пробудить веру, шратху. Для этого необходимо знание шастра, потому что шратха это нечто целиком основанное на знании священных писаний. Шратха формируется в результате изучения священных писаний под должным руководством. То есть вот это должное руководство оно таким образом и может быть оценено. судить можно по плодам и плод это не количество плод это качество плод это шратха плодом настоящим плодом результатом духовного образования может являться только шратха вера которая основана на зрелом всестороннем понимании священных писаний. и все гуру Шикша гуру и Дикша кур должны обладать вот этой квалификацией базовой они могут обладать еще большей квалификацией освобожденные личности видят Кришну лицом к лицу испытывают эмоции трансцендентные это еще больше чем то о чем говорится здесь но это обязательно чтобы началась духовная жизнь мы должны встретить ващнава которые помогут развить нам веру и как они помогают развивать не рассказывая чудеса как Кришна явился кому-то во сне объясняя нам на пальцах философию Бхагаудгиты сначала помогая нам разобраться в наших анархах в гунах материальной природы помогая нам научиться различать между чистым бхакти и нечистым бхакти между бхакти и подделкой под бхакти вот это процесс настоящий процесс развития Шрадхи таким образом важна квалификация обоих и квалификацией того кого ведут является способность распознать квалификацию в тех кто ведет то есть наша задача не чтобы слепые вели слепых и даже не в том чтобы зрячий вел слепых наша задача в том чтобы зрячий вел за собой зрячих то есть ученик должен быть зрячим он должен видеть что его ведут в правильном направлении и духовный учитель Шик Шигуру Дик Шигуру должен видеть куда он ведет своих последователей в этом контексте очень важно проводить различия между склонностью к духовной жизни интересом к духовной практике к сознанию Кришны в частности и Шрадхой мы сейчас много говорили о Шрадхе о вере и без этой веры человек считается непригодным для духовного посвящения для Дикши но есть другой феномен который часто принимают или определяют как Шрадха в действительности это Шрадхой не является интерес к сознанию Кришны то есть человек проявляет интерес к сознанию Кришны ему нравится как преданный поют Киртан ему нравятся какие-то элементы философии или образы жизни сознания Кришны то есть ему интересно каким-то образом его влечет к сознанию Кришны помнить это состояние когда мы не понимали ничего в философии сознания Кришны еще меньше даже чем сейчас и тем не менее нам понравилось сознание Кришны нас привлекло это вот это состояние интерес является следствием Бхакти-Сукрити Агьята-Сукрити и это не Шрадха это не имеет ничего общего с Шрадхой то есть Бхакти-Сукрити которая проявляется в том что человек интересует сознание Кришны и ему по воле по милости Господа предоставляется возможность общаться с преданными и он вроде бы как этой возможностью начинает пользоваться это состояние всего лишь проявление Агьята-Сукрити совершенного в прошлом неосознанное преданное служение в прошлом наш Бхархупада говорил что если человек вкушает просад не зная о том что он вкушает просад то за это благочестие духовное благочестие это Бхакти-Сукрити за такой Бхакти-Сукрити ему в следующей жизни предоставится возможность опять вкушать просад то есть отсюда не рождается вера вера рождается из слушания священных писаний из авторитетного источника от преданных квалифицированных объясняет священное писание отсюда рождается уже формируется шраб и когда все видели интересующихся сознанием Кришны которых вы видели только один раз в жизни ну или два то есть мы видели много людей которых привлекало и интересовало сознание Кришны но остаются здесь только те кто слушает однажды во время лекции несколько месяцев назад эта лекция попалась буквально во время лекции преданные некоторые преданные вставали уходили ишелупропада обратил на них внимание и спросил а куда это они уходят и кто-то другой за них ответил им нужно сделать какое-то служение ишелупропада мгновенно свекли нонсенс глупость если вы не слушайте то вы никакого служения не совершаете все что вы делаете это карма если вы не слушайте то все что вы делаете это карма остаются в сознании Кришны только те кто слушает те кто развивает вкус к слушанию вкус желания слушать вкус к слушанию является одним из аспектов Шрадхи также Дживы Гасвами объясняет Бхагсисантархи что Шарадха развивается через слушание всегда, никак по-другому, то есть нет путей развития Шарадхи, кроме как через слушание. Нельзя обрести убежденность, избавиться от сомнений, утвердиться в сознании Кришны, не слушая. И путь развития Шарадхи только один, но есть два варианта, каким образом через слушание Шарадха проявляет себя. Через Вичар и через вкус Ручи, через Вичар, через анализ знания, которые мы слушаем, и выводы, которые мы делаем, и через Ручи, вкус, который мы чувствуем в этом слушании. И то и другое является проявлением Шарадхи. Вичар это когда мы, и Джива Гасай, здесь очень такая тема с множеством граней, у меня есть конспект только под одну линию, но всплывает очень много всего интересного. Поэтому я иногда буду делать ссылки на точные анучхеды из Бхакти Сандархи, на точные шлоки из других писаний. Иногда буду просто говорить, откуда это. И Джива Гасай приводит пример Шарадхи, проявленный через Вичар, когда человек слушает и анализирует знания. Он приводит пример шлоки из Шримад Бхагар, где преданные прославляют Верховную Личность Бога, выражая понимание положения Господа как Верховного Повелителя, который находится вне гун материальной природы, который только один может даровать освобождение и так далее. То есть мы слушаем и приходим к выводу, здесь не подчеркивается ощущение, нет эмоций каких-то, чувства, ощущения, как сегодня мы слушали, сегодня о сердце. Здесь голова только, сердце, не важно. Человек слушает и понимает. Похоже, нет другого выхода, кроме как предаться Верховной Личности Бога, поскольку он контролирует пракрити гуну материальной природы, под влиянием которых я нахожусь, и освободить меня может только он. Он тот, кто дает плоды кармической деятельности, совершенной в прошлом, и он уже может от них освободить. Он трансцендентен по витрам, и любой, кто приходит с ним в контакт, очистится. То есть это можно бесконечно говорить. Выводы из Священных Писаний, Сиданта. Мы наблюдаем, анализируем эти утверждения из Священных Писаний, мы приходим к выводу. К выводу, которым является Абхидея, предание Шаранагати, поиск прибежища Верховной Личности Бога через практику Бхакти. То есть Вичар – это когда мы приходим к выводу, и это абсолютная истина. Я нашел абсолютную истину, я нашел прибежище. Кришна милостиво предоставил мне прибежище у Его преданных, у Его Святого Имени. Кришна дал возможность замечательно общаться с Ним лично, повторяя Его Святые Имена и так далее. То есть неважны ощущения. Если у человека есть такой Вичар, то есть если он весь одержим этими идеями сознания Кришны, это означает Шрадха, это и есть Шрадха, это вера. Это трансцендентно, это нематериально. Вроде бы Вичар, но это нематериально. Шрадха определяется как аспект духовной энергии. Духовная энергия Сварупа, Шакти, Кришна проявляет себя в форме Шрадхи, в форме Вичара, в форме убежденности, выводов Священных Писаний. И пример Шрадхи, проявленный через вкус к слушанию, Приводится, в пример приводится здесь Нара-де-Муни. Нара-де-Муни служил мудрецам. Что он еще делал? Служил им, какое-то смиренное служение для них делал. Еще что? Вкусал остатки пищи с их тарелки. И самое главное, слушал от них о славе Верховной Личности Бога. И что произошло с ним в результате? Вкус к слушанию у него стал возрастать, у него стал усиливаться вкус к слушанию. Здесь пропущен Вичар, никакого Вичара, просто ему нравилось слушать. Наравится слушать, если мы повнимательнее посмотрим на это, что такое вкус к слушанию, что значит «наравится слушать»? Это нравятся выводы, нравятся выводы, нравится смысл. То есть, вкушение смысла, вкушение Шримад Бхагава в обществе преданных, или как рекомендует Сутага с вами, да. Вкусите же этот зрелый плод юридической литературы. Он не говорит «напрягитесь, подумайте, поймите смысл». Он говорит «вкусите, наслаждайтесь им». Кришна Бхагадгити говорит, тот, кто изучает эту беседу, разумом поклоняется мне, гьяна-ягьяна, совершает ягью в форме гьяны-ягью. Практически разумом поклоняется мне, использует свой разум, чтобы понять философию Бхагава в обществе. А в Шримад Бхагава в Сутага с вами говорит «наслаждайтесь, вкушайте». И в действительности вкушение подразумевает наслаждение смыслом утверждений Шримад Бхагава. То есть наслаждение, раса, вкус, он не может быть без понимания смысла. Если мы не понимаем шлоку, то мы не можем испытывать какое-то вдохновение или вкус к ней. Это означает, что мы не понимаем. Если это сухо, если это не имеет никакого для нас смысла, мы не видим, как это нас касается, значит мы не понимаем. Не понимаем просто ее смысл. Но после того, как мы понимаем смысл, мы можем испытать расу, вдохновение, желание следовать этому. Таким образом, если у нас есть интерес к сознанию Кришны, и даже нам может быть нравится что-то делать в сознании Кришны, это не обязательно Шараха. То есть мы должны быть уверены, что мы развиваем именно Шарах. Шараха означает полная вера в процесс предного служения, в выводы священных писаний и способность терпеть все, что угодно, все, что потребуется для того, чтобы духовно прогрессировать. То есть фактически я перечислил три аспекта Шарахи из нектара наставлений, уцаха, нищая и дхария. Уцаха желание, уцаха это энтузиазм, вера проявляется как энтузиазм. Инта Шиллупад объясняет, что энтузиазм это когда преданный человек очень серьезно относится к возможности вернуться домой, назад к Богу. То есть он чувствует так, я не упущу эту возможность. То есть это очень замечательная возможность, повторяю, Харе Кришна, осознать свою духовную природу и вернуться домой, назад к Богу. То есть энтузиазм это значит, мы очень чутко относимся к возможности, которые предоставлены нам в форме воспевания святого имени и других процессов предного служения. Нищая это убежденность в выводах священных писаний, это другой аспект Шарахи, веры. И Дхарьят это способность терпеть или вера в путь, вера именно в Абхидею. Мы знаем, что практикуя Бхакти вот таким образом, в соответствии с священными писаниями, мы достигнем совершенства. И даже если не достигнем, неважно, все равно ничего лучше нет, потому что это совершенная деятельность для живого существа, любого живого существа, который является по природе вечным слугой Кришны, для каждого живого существа в связи с тем, что это его природа, быть занятым в процессе предного служения является наилучшим. Поэтому медленный прогресс, отсутствие прогресса не имеет значения. Все равно нечего делать больше. То есть вера в путь это означает, что мы видим, что делать в общем-то больше нечего, нет никакого достойного занятия. Мы можем, обещаются очень замечательные плоды слушания, если кто-то услышит, вот тут такую-то историю, тот освободится от всех своих грехов или достигнет Господа на Вайкунхе и так далее. То есть есть обещание плодов, очень замечательных, удивительных плодов, слушания, воспевания и других процессов бахти. Мы можем думать, ну хорошо, плоды замечательные, сейчас я посижу, послушаю, но вдруг ничего не случается. Потом у нас может появиться идея, но наверное я не понял, надо сначала не просто слушать, просто слушать это хорошо, это приносит благо, но надо еще слушать и понимать, о чем идет речь. О, хорошо, я буду стараться понять, и потом мы слушаем и все понимаем, и все равно не прогрессируем. И может возникнуть идея, что же не так-то. И нам открывается, надо и слушать, это благоприятно просто слушать, даже если мы ничего не понимаем, это правда, это рецидентный звук. Если мы слушаем послание Шримад Бхагута, мы получаем благо, наше духовное благочестие растет. Но если мы понимаем, то здесь уже может начать развиваться вера, Шратха, и в какой-то момент нам открывается, надо понимать все, что мы читаем и слушаем, нужно разобраться в философии сознания Кришны. Да, Бхагастан Саразвати говорил, что если мы будем лениться в этом, то мы не очистимся от анарт, что попытки разобраться в тонкостях философии сознания Кришны делают ум сильным и развивают привязанность к Кришне, в конце концов. Тот, кто ленится, тот не сможет очиститься даже от анарт, что вы говорите о том, чтобы развить асакте, привязанность к Кришне. То есть это очень важный аспект предуслужения. Но так или иначе, даже слушая и понимая все, мы можем обнаружить, что ничего особенного не происходит. И тут нам может открыться, что надо еще и применять в жизни то, что мы слышим, оказывается. Недостаточно просто понимать. То, что нам нравится слушать, это говорит о том, что мы были удачливы, счастливы и души. А если мы еще и понимаем, то это уже означает, что мы еще и просыпаемся. У нас разум появляется, духовный разум. То есть это еще лучше. Или, по крайней мере, у нас что-то здесь есть, что потом можно использовать в преддном служении. Но между ушей что-то есть, какие-то мозги. Мы понимаем. Но надо еще и применять это знание. Тогда произойдет перемена в сердце. Но потом мы слушаем, понимаем, применяем, и все равно ничего не происходит. И вот на этом моменте может произойти ощущение, может произойти такое, что возникнут вот такие мысли. А что я здесь делаю? Зачем я тогда здесь делаю? Зачем я все это делаю? Не, ну не делать я этого не могу тоже уже. Нас обвиняют, что вы секта, потому что вы промываете людям мозги, они без вашей секты потом жить не могут. Ну, то есть мы не можем жить без этого, но видим, что результатов-то нету обещанных. Можем иногда так чувствовать. И поэтому, в силу того, что бросить не можем, а результатов нету, ну как-то буду практиковать, но так, без привязанности. И так сойдет, на отвали. Это означает, что у нас нет дхарья, терпения. Дхарья, вера в путь, она проявляется в характере как терпение, способность терпеть. Это означает способность не опускать руки, даже если мы видим, что мы не прогрессируем, или прогресс медленный, или вообще его нет. Вот это качество очень необходимо, и это качество, естественно, рождается вместе с развитием шрадхи. А шрадха возможна только через слушание авторитетных священных писаний в изложении людей, обладающих качествами, необходимыми для того, чтобы обучать шастерам. Это качество, одно из качеств, одно из простых, одно из легко осознаваемых качеств неофитами, которым должен обладать гуру. Он, его разум, разум-гуру, шастра-юкти, он основывается только на священных писаниях. Он никогда не даст наставления, какое-то странное, не основанное на священных писаниях. Он никогда не будет давать нам средства решения каких-то наших проблем, которые не основаны на священных писаниях. Он никогда не будет делать того, что не основано на священных писаниях, на наставлениях-ачарях. То есть это то, что мы можем видеть, то, что неофит может оценить. К примеру, неофит, он не знает шастры, может возникнуть сомнения. А как же он сможет оценить квалификацию того, кто знает? И это можно, можно на примере вообразить ситуацию. То есть у нас есть проблема какая-то, мы обращаемся к какому-то браману, знающему шастры. А так надо решать проблему, никак по-другому. И мы озвучиваем свою проблему, и этот браман говорит, вот знаешь, есть очень хорошая книга Стивена Кови или еще какая-нибудь. Вот я многому там научился, еще и такой тренинг прошел, он вообще спас мою духовную жизнь. И вот не так должно быть. Это неквалифицированные люди. Квалификация означает, а, такая проблема, вот похожая проблема описывается там-то. А эта проблема называется вот так-то. Вот определение, вот описание подходит, подходит. Давай найдем, ну, он может знать, может знать по памяти, может знать, где это находится. То есть это же очевидно, что человек основывается на шастрах в том, чтобы помочь нам решить нашу проблему. Он знает лучше шастры, мы не знаем, но мы видим, что он знает лучше шастры. Потому что он основывается на шастрах. То есть вот этот сам прецедент, сам факт, человек основывается на шастрах, мы это видим. И это доказывает то, что у него есть, или это квалификация, или он близок к этой квалификации, к основной квалификации гуру или духовного наставника. Вот так должно происходить. И после того, как человек даже инициирован, получил посвящение, может быть ему повезло, может быть не очень. Реальность такова, что не всем повезло. Но ничего страшного. Есть предписание шастр на все случаи. На все случаи. Джива Гасвами. Джива Гасвами говорит. Что Дикшигуру оставлять нельзя. Шастры, он цитирует шлок и говорит, что указывает на санскрит. В 207-й Анучхеде, в Бхакти-Сандарте, обсуждается момент, когда гуру отвергается. Когда ученик должен отказаться от гуру. И когда он не должен отказываться, хотя может быть и хочется. Есть такие ситуации тоже. Когда есть неудовлетворенность, но отказываться нельзя. Джива Гасвами также объясняет. Итак, в 207-й Анучхеде, он цитирует шлоку, где говорит о необходимости принять посвящение, принять духовного учителя. И поскольку духовный учитель в единственном числе, Джива Гасвами указывает на правила, на санскрит, в единственное число, речь идет о Дикшигуру. Дикшигуру может быть только один. Не может в жизни у человека случиться два Дикшигуру. Он всегда один. Это означает, что если человек получил второй раз посвящение у кого-то, это означает, что он отверг первого. Таким образом, Дикшигуру всегда один. Не так, что нельзя отвергнуть. Если человек получил посвящение у буддиста или Майвади, он отправится в ад за такое посвящение. Он должен очиститься, приняв посвящение у Вайшнава. И вот этим посвящением у Вайшнава он очищается от вот этого осквернения посвящением у Майвади, отвергая таким образом гуру. Но если гуру не Майвади, то его отвергать нельзя. Об этом позже. Итак, он говорит о том, что мантры гуру, Дикшигуру, он должен быть только один, его нельзя отвергать. Это очень тяжелый грех. Но если человек вдруг потом обнаруживает, что гуру не обладает достаточной квалификацией, то он может отвергнуть его. И таким образом можно отвергать бесконечное количество раз гуру, которые не удовлетворяют квалификации гуру. Но это еще не все. Здесь есть тонкости, что недостаток знания в священных писаниях не должен становиться причиной отвержения гуру. Это становится причиной неудовлетворенности. То есть человек получает такой опыт через какое-то время. Если он принимал духовного учителя, недостаточно понимая священное писание, то он может принять духовного учителя того, в ком потом разочаруется. И через какое-то время он увидит, о, мой гуру, у которого я принял посвящение, плохо знает священное писание. Это означает, что далеко на лекциях этого гуру человек не уедет. Шрадху он развить не сможет, если он будет слушать только его. Ему необходимо слушать кого-то более квалифицированного. И вот этот недостаток квалификации в форме дефицита знаний священных писаний не должен становиться причиной отвержения гуру. Если он вайшнав, если он не майвади, не проповедует философию враждебную, бхакти, если он не является, если он не испытывает нинду к вайшнавам, то его отвергать нельзя. Но если он, или майвади, и испытывает нинду к вайшнавам, его можно отвергнуть. Нинду – это ненависть, плохие чувства. Такого гуру можно отвергнуть несколько раз даже. Ну, как бы, это условно. Тогда как недостаток знания шастер недостаточен, чтобы гуру отвергнуть. Или недостаток, как-то низкий духовный уровень. То есть, это гуру является искренним вайшнавом, но, конечно, от икари. И такого гуру тоже нельзя отвергать. Джива Госвами рассматривает тему в связи с этим. Буквально, служение другому вайшнаву при наличии гуру вайшнава. То есть, гуру вайшнав, которого нельзя отвергать. Но может возникнуть необходимость служения с целью развития привязанности к другому гуру. Поскольку привязанность надо развивать к тому, кто имеет качество. Все. Кто имеет квалификацию. Высокую квалификацию. И он рассматривает вот эту ситуацию. Если, не зная священописания, человек осознал, что его гуру неудовлетворителен, то он может обратиться за помощью к другому гуру, получив разрешение у Дикши-гуру. И если Дикши-гуру будет сопротивляться тому, чтобы его ученик получал более возвышенное общение, чем он сам, то таким образом он перемещается в категорию нинди, тех, кто ненавидит вайшнавов, завистливых. И таким образом он дает ученику право неосознанно себя отвергнуть. То есть, если человек гуру, и он не поощряет своих учеников общаться с более продвинутыми, чем он, то таким образом он относится к категории завистливых. А как минимум категории глупцов, если он не понимает, что кто-то есть более продвинутый, чем он. То есть, он не способен различать. Он не способен различать. То есть, в этом случае он очень ограничен в том, чтобы выполнять функцию гуру. Но в случае, если он смиренный вайшнав, просто не высокого уровня, не ута-матхикари, может быть, даже не матхематхикари, если он не очень хорошо знает шастры, но при этом он поощряет общение с более продвинутыми вайшнавами, чем он. Это очень естественное поведение для преданных. То есть, если к вайшнаву обращаются за посвящением, он не дает посвящения в случае, если его гуру присутствует на земле. Он не рассматривает это. Не надо, может, идите получайте у моего гуру. Мой гуру присутствует на земле. Он даже не думает об этом. Шилапрупада называет этот принцип «закон ученической преемственности». Закон ученической преемственности. Не давать посвящения, пока гуру находится на земле. Таким образом, это один из видов, одно из проявлений Марьяда, Биатикрама, когда обращаются к вайшнаву, и он отправляет к своему гуру, дикшу-гуру. Или не обязательно к дикшу-гуру. В случае с Удовой, Видура обратился к Удове. В этой песне этот эпизод есть. Очень жадно причем обращался. Очень сильно желая, имея сильное желание учиться Удове. Имея полную веру в Удхову, как в возвышенного вайшнава. Он уже с ним общается, уже наслаждается. И у него появляется желание. Давай, ну, давай я предамся тебе. Научи меня, расскажи мне обо всем. Во всех тонкостях. И Удов говорит, извини, но вот там Майтрея, иди к нему. И Шелупрупад объясняет, он тебе по возрасту подходит, ты старше меня, ты мне как дядя. И он старше меня, он более продвинут. Вот иди к нему. То есть даже если наш другой вариант, наш гуру уже не на земле, и у нас просят посвящение. Но мы пока рассматриваем традиционную модель. У нас, конечно, есть еще сбор подписей, разрешение от GBC, чтобы принимать учеников. То есть должны побегать, пособирать подписи, потом принести эти подписи, по-моему, минимум 20. И GBC должны сказать, ну ладно, не имеем возражений, и гуру еще должен подписать бумагу, обязуюсь никогда не критиковать GBC. И вот традиционная модель гуру-татвы, которая тоже на самом деле не исключает какого-то контроля. Браманы, Вайшнавы, они должны бдить, они должны разоблачать лже-гуру, они должны указывать людям, у этих не надо получать. На основе шастры логики. Не резолюций, а на основе шастры логики. То есть они должны объяснить, что у него нельзя получать посвящение. Вот смотрите, последователи могут возмущаться, почему же нельзя? Ну вот смотрите, вот видите, в носу ковыряются, к примеру. Ну, это ирония. Ну то есть они должны показать конкретно на основе шастры, почему этого человека нельзя получить посвящение. Что с ним не так? У него зависимость греховной деятельности. Или он ненавидит преданных, или он проповедует Маеваду, или он проповедует какие-то идеи сахаджи, враждебные по отношению к учению Руба Госвами. Что не так? То есть сообщество браманов, вайшнавов должно выполнять функцию контроля какого-то, но на основе логики шастров. Иначе это не браманы и вайшнавы, если какие-то другие инструменты. Таким образом, традиционная модель человека видит, человек знает шастры, достаточно, чтобы понять, что кто-то обладает квалификацией гуры, обращается к нему за посвящением. Третьей стороны здесь нет. Третьей стороны здесь нет. И этот человек говорит, извини, у меня гуру жив, он в теле, в этом еще, здесь, в этом мире, я не могу дать посвящение, поэтому, если ты хочешь со мной отношений, продолжать отношения, то нужно получить посвящение у моего гуру, а меня уже можешь принимать как-то по-другому, в другом качестве. Но может быть так, что гуру нет на земле, но куча вайшнавов, которые лучше нас. То есть я сейчас просто мечтаю о том, что все вайшнавы имеют здоровое мышление, вайшнавское, здоровую вайшнавскую психику, то есть, которая реагирует вот таким образом. К вам обращаются за посвящением, вы сразу же находите несколько вариантов, куда людей отправить, и ни одной мысли, чтобы дать посвящение. Есть какие-то обстоятельства, когда это нужно делать, это я не готов в подробности сегодня это обсуждать. То есть есть эти обстоятельства, когда это обязательство вайшнав вынужден принять. И вынужден, не то, что он думает, когда же этот день настанет. Гуру старенький, а все никак не умрет. Даже если он уже оставил этот мир. Столько духовных братьев, столько друзей в сознании Кришны, с которыми меня вообще нельзя сравнивать. Мне стыдно в их присутствии давать посвящение. Так можно думать, в принципе. Естественно, для предного. Неестественно желать. То есть желать, переоценивать себя таким образом зачастую, потому что посвящение подразумевает кармические реакции. Тяжелые даже с точки... Тяжелые для физического тела даже. То есть это очень нежелательная вещь. Очень нежелательная. Не та вещь, к которой нужно стремиться. Да, о чем мы говорим? О том, что в каких-то случаях человек может понять, что его гуру неудовлетворительны, он должен продолжать поклоняться ему как гуру, выражать ему почтение, но слушать и развивать привязанность к другому, кто более квалифицирован, получив разрешение первого. И в случае, когда все вайшнавы, то все это происходит естественным образом. И в этом ничего страшного. В случае нашего большого общества принято, и это проговаривается часто, я не вспомню какую-то резолюцию на этот счет, но любой преданный в искон, он может получать шикшу у любого преданного искон. То есть любой преданный искон может получать шикшу у любого преданного искон, независимо от того, у кого он инициирован. Поскольку ожидается, что это все та же самая одна и та же шикша, длиннейшая у браупада. Просто кто-то может испытывать потребность учиться у кого-то другого. То есть вот эта тема рассматривается, учиться в присутствии более продвинутого вайшнау, учиться у него, независимо от того, что у нас есть гуру менее продвинутый. Учиться нужно у более продвинутого вайшнау, более квалифицированного. И к нему развивать привязанность. Ему нужно служить. Так же, как и своему гуру. Но может возникнуть ситуация, это тоже обсуждается в акте Сандарт. Когда нету возвышенных вайшнавов таких идеальных, со всей квалификацией, с полной квалификацией, в этом случае нужно учиться у нескольких. Для этого нужно знать, чему учиться, и учиться у нескольких в соответствии с правильной квалификацией. То есть, у них есть какая-то квалификация, правильная квалификация. На основе этого учиться у разных. Джива Гасайм приводит шлоку. Сейчас. Из 11 песни Шимат Багадам подтверждающие это. В этой шлоке говорится. Если в высшей квалификации духовный учитель отсутствует, нет такого, то человек, желающий услышать разные взгляды, разные уровни взглядов на абсолютную истину, разные уровни реализации, он может принять прибежище у многих учителей. Он может принять у многих учителей. И это описывается в следующей шлоке Шимат Багадам, в следующей шлоке, в следующей за этой, в 11 песне. Хотя абсолютная истина подтверждается это, что у многих можно учиться. И знанию об абсолютной истине. Хотя абсолютная истина одна, и нет второй, мудрецы описывают его разными способами. Поэтому человек может быть способен обрести полное знание, полное знание. А, наоборот, в связи с этим, поскольку абсолютно истина, хотя одна и нет второй, множество мудрецов описывают ее по-разному. Поэтому человек, скорее всего, не сможет обрести полное знание от одной личности. То есть рекомендуется учиться у многих. В любом случае рекомендуется. То есть мы рассматривали ситуацию сначала, когда неудовлетворенность квалификации гуру, и поэтому учиться у других. Но этот шлок подтверждает, что полезно учиться абсолютной истине, получать знания о Кришне от разных. Но все они должны быть квалифицированы. То есть вот это важно держать в уме. Мы уже обсудили этот аспект квалификации гуру. Их может быть несколько. Шравана гуру, от которых мы слушаем шастры. Шикши гуру, который обучает нас на практике преданному служению. Их может быть много, но они все одинаково квалифицированы. И они все учат одному, одной абсолютной истине. Но при этом описывают ее разными способами. То есть у них есть разнообразие. Вот это и есть настоящее единство в разнообразии. Единство в разнообразии, это не так, что... Я был на одной лекции однажды, и это очень тяжело было просидеть эту лекцию. То есть вся лекция была о том, что все отклонения в ИСКОН, которых много, это не отклонения, это разнообразие. То есть попытки квалифицировать отклонения как разнообразие. И человек даже приводил примеры отклонений, заявляя, что на самом деле это не отклонение. Это разнообразие. И если вы выступаете против этого разнообразия, то это оскорбительно, потому что это разнообразие. Кто вы есть? Вы маленький, вы чуть-чуть, вы маленький, бредный. Надо просто смиренно ко всем относиться. Маевада. Фактически это Маевада. Стирание различий. Единство в разнообразии. В этом словосочетании самое главное слово не разнообразие, а единство. Мы начинаем с единства. Единая абсолютная истина. Одна без... Нет второй. Есть только одна истина относительно Кришны, одна истина относительно практики преданного служения, цели этой практики. Нет других вариантов. И все учат одному и тому же. На основе одних и тех же выводов из священных писаний. Но учат по-разному. Как вот сегодня нам обещали, шутки и палку. То есть это разнообразие. Но учить, мы можем быть уверены, будут одному и тому же. Вдохновлять шутками, к одному и тому же загонять палкой. Тоже к одним и тем же действиям в преданном служении, в соответствии с авторитетными выводами и священном писаниями. То есть, но учиться у многих вайшнавов поощряется. То есть, здесь делаются утверждения в Шима Бхага, что человек может оказаться неспособным, может оказаться неспособным постичь абсолютную истину, слушая одного гуру. И тем более рекомендуется учиться у многих, а не у одного, на тот случай, если гуру не является вайшнавом высшего уровня, то есть, в высшей степени квалифицированного. Поэтому в Искон мы никогда не заменяем учение Шилопруппады учением своего гуру. Заметили это так? Никогда не заменяем главную Шикшу, главное учение, представленное основателем Ачари, учением своего гуру, и мы никогда не заменяем личность Шилопруппада личностью своего гуру. То есть, мы принимаем гуру не вместо Шилопруппады, мы принимаем гуру для укрепления связи, отношений со Шилопруппадой, для укрепления нашей связи с самим учением, с Шикшей, с самим учением сампродави. И хороший ученик, Это ученик, который цитирует Ачарьев и Шастры и доказывает свою точку зрения на основе цитат из Священных Писаний и цитат Ачарьев, Гуру Парамбры. То есть он не нуждается в том, чтобы цитировать своего Гуру. И где же здесь Гуру тогда? А вот Гуру должен этому научить. Гуру должен научить тому, чтобы ученик не ссылался слепо на его авторитет, а ссылался на авторитет Шаути, смотрите, Пуран, Почаратрики на авторитет Ачарьев, доказывая свою точку зрения. Этому можно научиться у истинного Гуру. Тогда как неофиты делают культ личности и они цитируют своего Гуру, на что, если они получат возражение, да, а я не согласен с этим. Как вы можете не соглашаться? Это мой Гуру сказал, но это ваш Гуру, для меня это просто бакта, ну просто предный. Может равный даже предный, а может младший. Об этом просто никто не знает. Есть разные уровни старшинства. Духовное старшинство, оно не подозревает пребывание дольше в сознании Кришны. Есть разные аспекты. У Браманов старше тот, кто лучше знает Шастры, тот и старше, независимо от возраста, любого возраста. Таким образом, это слепое принятие авторитета. Мой Гуру сказал, а теперь я перережу глотки всем, кто с ним не согласен. Не разбираюсь, прав он или не прав с точки зрения высшего авторитета, с точки зрения Гуру Саду Ишаса. Это катастрофа нашего общества. Если где-то люди готовы резать друг друга за деньги, имущество, карьеру, амбиции, то у нас готовы зарезать или закопать живьем за то, что мы не согласны с отклонением как у чьего-то гуру. То есть кто-то проповедует или какие-то отклонения, мы не согласны, и за это нас хотят закопать живьем. Это касательно принятия гуру, квалификации, цели вообще духовного руководства. Чтобы получать духовное руководство, предоставлять его другим, в этом необходимо основываться на шастерах. В общем, шастер является центром в духовном руководстве. Я был как-то на обсуждении образования, управления, наставничества. То есть все эти вопросы духовного лидерства обсуждались. Интересное было обсуждение. И преданный, который делал презентацию, он сделал утверждение, что на местах в каждой ядре должны быть преданные, которые смогут разрешать сомнения, ссылаясь вот на этот стих, разрешать сомнения у преданных, укреплять их веру, давать им руководство на основе шастер. И кто-то поднял руку и сказал, ну а если они не знают шастера? Этот преданец сказал, нет такой опции, должны знать. Обязательно должны. Иначе это не духовное руководство. Любое руководство, в нашем случае в обществе преданных, любое наставничество, любой наставник попадает в категорию гуру-татвы. Это означает, что он должен быть, если не дикши гуру, то шраван гуру или шикши гуру. Это означает, что он должен быть экспертом в науке преданного служения. Экспертом и на практике, и академически, теоретически. Иначе будет происходить то, что происходит сейчас во многих ядрах. Не будем уточнять. И по поводу, чтобы сгладить все, такие темы сложные, отношения к вайшнавам. Вообще, в принципе, отношения к вайшнавам обсуждает Нарахар и Саракар. Что вот это все разное, разнообразие отношений к разным вайшнавам, понимание, что разные вайшнавы и разные гуру имеют разную квалификацию, все это основано на правильном понимании положения вообще вайшнавов. То есть это не так, что если кто-то менее квалифицирован, он сразу же летит уже куда-то в форточку. То есть люди, которые привлекаются сознанием Кришны и практикуют преданное служение, к ним нужно относиться определенным образом. Конечно же, тем, кто обладает большим духовным могуществом, нужно выражать особое почтение. Тем, кто меньшим, нужно выражать какое-то другое почтение. Но всем вайшнавам нужно выражать почтение. Должно быть почтение, должно быть уважение ко всем вайшнавам. Это удачливые души, которые связаны с Кришной. Даже если есть наличие каких-то мотивов посторонних, все равно. Но фактически мы, следуя Шримад Бхагаву, кто это произнес, это шло, Удава, Ахо, Бахи, Ямстана, Кала, Кутам, Удава, да. Мы следуем Удаве. Он считает Путану удачливой. То есть он считает, что Путана удачливая душа. Она хотела убить Кришну, но так или иначе Кришна позволил ей прийти в контакт с ним и даровал ей освобождение. Таким образом, Путана это как бы изначально ачария всех, кто служит Кришне с личными мотивами, не желая доставить ему удовольствие, с эгоистическими мотивами. То есть Путана это... и такое приятное служение называется Путана Бхакти. То есть Бхакти, подобные Бхакти Путаны. Вроде пришел Кришне, вроде вид принял подобающий, чтобы Кришне служить, вроде на руки даже его взял. Но все действия прямо как преданного, преданного, преданное в том случае. Но намерение убить, то есть очень сильно отличается от намерений, которые должны быть в преданном служении. И все мы такие маленькие путаны, когда хотим чего-то от Кришны, эгоистические какие-то желания, мотивы поддерживаем. Таким образом, даже Путана мы считаем удачливый и любой преданный, независимо от мотивов, которые у него есть в сердце. Если он все-таки занят преданным служением, это удачливая душа. Кришна, это милость Кришны. То есть это не кто-то другой зашел туда к Кришне, пытаясь его убить и оказался на галоке в арендавании. А она именно. И мы тоже должны думать так. Кришна дает возможность этим душам заниматься преданным служением. То есть они удачливые, они связаны с Кришной. И более того, Шелупрупада о своих духовных братьях, о некоторых отзывая, отзывался по-разному. Но в какой-то момент он говорил, что они вернулись домой, назад к Богу, те, кто оставили этот мир. А при жизни он говорил, называл этот господин полный мерзких амбиций и так далее. То есть он не запрещал общаться со своими духовными братьями, своих учеников, своим ученикам. То есть, но тем не менее, они были заняты преданным служением. И это может закончиться тем, что Кришна прольет милость и позволит им вернуться в духовный мир. Но это никак не означает, что мы не должны рассматривать квалификацию, прежде чем возьмемся следовать кому-то и учиться чему-то. Вот это важная часть философии и даже этики в сознании Кришны, отношения к преданным, вообще к преданным. И Нархари Саракар здесь рекомендует в Кришна Баджанамрите небольшое произведение, несколько десятков стихов. Здесь в Кришна Баджанамрите он рекомендует, что если вы пока еще полны материальных привязанностей, ваш разум не развит на основе знаний и священных писаний, вы не можете увидеть, кто более продвинут, кто менее, выражать почтение одинаково всем. И он приводит пример, что подобно тому, как волны на берегу Ганги, одна побольше, другая поменьше, некоторые совсем маленькие, некоторые прям такие большие, далеко на берег захлёстывают. Несмотря на то, что они все разные по размеру, эти волны, все они являются, все это вода Ганги, это все трансцендентно. Так и вайшнавы. Кто-то более продвинут, кто-то менее, кто-то более могущественен, более уполномочен на что-то, кто-то менее, но это все вайшнавы. Поэтому всем нужно выражать почтение. У меня есть друг бенгалец, и его отец вайшнавской семье родился, и его отец вайшнав очень строгий. Он его учил в детстве. Даже если осёл придёт к тебе с тилокой, ты должен выразить ему почтение. Потом, когда он начал замечать, что ослы приходят с тилокой, отец уже начал учить, что вот у ослов не надо, с тилокой не надо учиться шастрам, не нужно принимать их своими гуру, только почтение. То есть, когда он стал подростком, он уже начал узнавать о сахаджиях популярных в Бенгалии, о том, что этот авторитетен, этот не авторитетен, у этого следует учиться. А сначала, когда детское сознание в духовной жизни, даже если осёл придёт с тилокой, ему нужно выразить почтение. Любой, кто хоть какие-то небольшие признаки вайшнава имеет, достойен почтения. Но учиться нужно у тех, кто обладает качествами, которые описаны в стихе, который мы прочитали. И по поводу разных уровней вайшнава, интересное замечание делает Нархари Садакар, подтверждающее, что самый главный опыт в общении с преднами, это опыт с самыми продвинутыми преднами. Вот этот стих об общении с преднами, в обществе которых Кришна-кадха обладает такой силой, что пробуждает, вызывает удовольствие и на уровне слуха, и на уровне сердца, и постепенно помогает продвигаться по пути предного служения. Сатам-просанга-мамавиря-сам-видо, Джованти, не помню, Хрита-расаина-кадха, перепуталась очень, скорость не та. В этом стихе используется слово прасанга. Санга – это общение, а прасанга означает самое лучшее общение. То есть самое важное в духовной жизни – это способность увидеть очень продвинутых предных, Маха-бхагават, Утама-атхикари, и стремиться получать их общение в первую очередь. И вот здесь подтверждение. Он подчеркивает важность общения и опыта общения с продвинутыми предными. Он сравнивает могущественных предных, духовно могущественных, с вулканом, а менее могущественных – со свечками. И то, и другой огонь, источник огня, тепла и света. Но один вулкан, другой – свеча. И человек, который может контролировать вулкан, он легко сможет контролировать свечки. Таким образом, человек, который способен правильным образом выражать почтение, Маха-бхагавати вайшнау, сможет качественно и правильно общаться с менее продвинутыми вайшнауами. Все наоборот. Все наоборот. Не то, что мы тут учимся с неофитами общаться, и так приближаемся к Шиле-Праупаде. Мы сначала приближаемся к Шиле-Праупаде, и так учимся общаться с неофитами. И не только с неофитами, с продвинутыми преданными, но ниже уровня правупада, ниже среднего уровня преданными. То есть, это главный элемент в духовном руководстве, это руководство нитя-ситх, освобожденных, преданных. И в отсутствие их здесь, на этой планете, мы можем получать их благо через книги, которые они написали. Бхахстан Сарасвати тоже часто говорит об этом, что это заменяет фактически общение с чистым предным Маха-бхагаватой личное. Это даже лучше, потому что некоторые общались с Праупадой лично, но это не сработало. Но те, кто общается с его книгами, срабатывает. Заметили, да, что это реально более могущественное общение с книгами Шиле-Праупады. Хотя общение личное надо представлять, мы можем попытаться представить, насколько оно замечательно. То есть, вот это пример, кто может контролировать вулкан, сможет контролировать и свечки. То есть, тот, кто научился выражать почтение и служить возвышенному Вайшнаву, сможет должным образом послужить и выразить почтение Вайшнавам меньшего духовного могущества. И в Нарахаре Саракар также говорит о том, что, также обсуждает эту тему ссылками на те же практические шлоки, что и Дживы Гасвами. По поводу важности квалификации, кого мы слушаем и у кого мы учимся, цитируется в Харе Бахте Виласе. Из Нарахарда Банчарата есть шлока. Она цитируется Дживы Гасвами, она цитируется Бахте Нотта Курама, она цитируется Санатаны Гасвами, Гапалабад Гасвами в Харе Бахте Виласе. То есть в трех очень фундаментальных произведениях эта шлока цитируется еще из одного фундаментального, очень важного произведения Нарады Банчараторы. Это так, чтобы мы отдавали отчет, насколько важна эта шлока. Я прочитаю ее. Если гуру говорит без логики неавторитетные вещи, и ученик или человек, считающий себя его учеником, слушает эти неавторитетные вещи, то оба отправляются в ад на такое долгое время, что покажется вечностью. Если гуру говорит неправильные вещи, а ученик слушает эти неправильные вещи, оба отправляются в ад. Такому гуру, Дживы Гасвами уже делает свой вывод, такому гуру следует поклоняться на расстоянии. Может быть отвергнуть, может быть нет, но поклоняться на расстоянии означает, что ученик не должен следовать тому, что не является правильным, не должен принимать то, что не является правильным, даже если это говорит его гуру. Вот такие наставления рассматриваются во многих трудах гаудей-вайшнавских, ачарях. И я сейчас эту мысль закончу, и пойдем на просад. И дальше он говорит в Кришна-Бхаджанамрите, Нарахариса Ракара, что если гуру сбился с пути, его наедине необходимо отчитать, чтобы поставить на место. Ученик должен отчитать своего гуру наедине, чтобы поставить на место. И если успешно встанет на место, дальше ему поклоняться как гуру, но не оставлять. То есть насколько важна, насколько большая ответственность, это ответственность ученика. Насколько важно не быть сентиментальным и ни в коем случае не принимать неправильное руководство и не связывать себя обязательствами, следовать чему-то, что не является правильным. На этом мы остановимся. Шелаправпадаки. Шелаправпадаки. Продолжение следует...